Доброе утро, Филипп. Целую неделю практически вы будете здесь, в Таллине. Какие планы, с кем будете встречаться, что обсуждать? Ну, самый, конечно, важный разговор будет 4-го числа, потому что 4-го числа специально соберется весь коллектив театра, с которым я познакомлюсь, и люди, с которыми дальше, я надеюсь, мы будем интересно и плодотворно работать в течение, по крайней мере, ближайших трех лет. Вот. И я думаю, что в первую очередь мы будем говорить о тех планах, о тех новых спектаклях, которые, я предполагаю, появятся в репертуаре русского театра. Ну, а все остальное уже на волю коллектива. Ну вот мы приглашали в нашу студию, когда вас избрали Яка Алика, который состоял в конкурсной комиссии, и он сказал, что вы представили наиболее подробный и такой хороший план развития русского театра. Расскажите, пожалуйста, что это за план, каково его содержание. Так, ну, он, по-моему, уже, я видел этот эфир, я к Олегу очень подробно все рассказал, и с именами, и, ну, что повторяться. Я хочу, чтобы русский театр был благополучным, процветающим, самым лучшим в Эстонии театром. Ну, мы тоже этого хотим, уже достаточно долгое время, и актеры хотят. Но много-много лет, кого бы ни выбирали, не получается. Вот каким путем вы пойдете? Я вообще не вижу, я даже не вижу никаких препятствий, потому что прекрасная труппа, я видел много спектаклей, замечательное место в центре Таллина, хорошая субсидия государственная, и все, 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 что нужно. Все, что нужно для успеха у театра есть? Есть, просто надо идти к этому успеху, и все, ничего. Поэтому, ну, случайно, что это не очень получалось, до сих пор что-то получалось, что-то нет. Вот, я совсем не склонен говорить, что вот предыдущие годы были какими-то там пустыми. Что-то новое в театр принесла Наталья Лапина, несомненно, я видел ее спектакли. Она очень хороший постановщик, и я видел потом в России уже, после того, как она уехала из Сталина, ее спектакли тоже хорошие. Может быть, даже придет время, и я тоже предложу ей что-то поставить, потому что она знает трупы, и вот. Вот, Марат Гацалов тоже со своими проектами, идеями, ну, явно много не успел сделать, ну, по крайней мере, как-то взбудоражил всех, что, а, оказывается, есть другая жизнь, есть жизнь на Марсе, на Луне, там, и все, ну, хорошо. Ну, я, Калик, в частности, сказал, что они выбирали не гениального режиссера, и какого-то вот художника с таким глобальным видением и мировоззрением, а хорошего менеджера. А все-таки менеджер – это такая часть обязанности директора, нет? Нет. Ну, когда мы говорили, по-моему, с постмесс мы говорили, я вспомнил, есть очень хорошее слово «интендант». Вот, оно такое, в русском языке оно имеет немножко другой смысл, но вообще, допустим, в немецких театрах «интендант» – это, ну, как, это руководитель труппы, руководитель театра, и это человек, который в первую очередь должен определять стратегию, должен придумывать, что театру в принципе делать, не что лично я хочу поставить. Что лично я хочу поставить, я тоже знаю, я тоже буду об этом рассказывать труппе, и если ему понравятся мои идеи, то мы это будем делать. Но это как бы, я как режиссер – это только одна часть всего того, что надо в театре делать. В первую очередь надо думать о зрителях, надо думать о завтрашнем дне, надо думать о труппе, надо думать о всех поколениях труппы, думать, чем им завтра заниматься, что им завтра репетировать, что им завтра показывать зрителю. И в этом отношении должен быть более широкий кругозор. Поэтому я считаю, что это вполне оправданный выбор, поскольку русский театр в Эстонии всего один. И может быть, я скажу такую крамольную вещь, но русский театр в Эстонии не может пытаться быть авторским театром, театром одного режиссера. Потому что кому-то этот режиссер нравится, а кому-то этот режиссер совершенно неприемлем. И тогда театр начинает терять публику. Я хочу, чтобы были разные режиссеры, разные по своей идеологии, по своему мировоззрению, по своему художественному восприятию мира. И тогда мы найдем для максимального количества зрителей, и русских зрителей, и, надеюсь, в перспективе эстонских зрителей, мы найдем то, что будет их занимать, то, что будет им интересно. Я думаю, что вот в этом основная задача. Вы упомянули, что на три года ближайший вы будете художественным руководителем. То есть ваш стратегический план, он, в принципе, рассчитан на эти три года. Или вы все-таки заглядываете еще дальше? Если мы говорим о развитии театра. Ну, еще дальше заглядывать, это такой уже род безумия, по-моему. У меня есть постановочный план до середины 2019 года. Я, в принципе, знаю, кто будет работать. Но, опять-таки, есть нюансы, потому что, ну, в театре есть директор, и он главный. В театре есть ведущие актеры, в театре есть художественный совет, в театре есть коллектив. И я должен услышать их мнение. Потому что, может быть, я говорю, ах, какая-то идея. Они говорят, эээ, ну что это за идея, это скучно. И зачем я буду с людьми, которым это скучно, буду это делать? Я предложу им другую идею. Третью, четвертую, мы нащупаем. Поэтому есть набросок плана, который я им предложу обсудить, и по которым мы будем двигаться дальше. А что будет в 2020 году, посмотрим. Ну, вы сказали, что театр имеет хорошие государственные субсидии. Это одно из условий успеха. Тем не менее, театр всегда испытывает очень большие финансовые трудности. Мы периодически об этом слышим. Как будете из них выбираться? А надо больше работать. Надо больше продавать билетов. Всего-навсего. Это все равно в театре, ну, я так привык, в театре главный источник дохода – это деньги зрителей. Может быть, субсидия больше, может быть, меньше. Нельзя жить на субсидию. Нужно жить на продаже своего успеха. Поэтому надо найти ключ к этому успеху, и тогда денег будет больше. Вы будете ориентироваться на эстонского зрителя, в том числе, на эстоноязычного? Конечно. Конечно, эстоноязычный зритель – это колоссальный ресурс. Это, ну, как это, по статистике, по-моему, 16-го года, миллион триста посещений в год. Для республики это практически стопроцентное посещение. Как бы на каждого. Это огромный ресурс. Конечно, его надо использовать. Конечно, надо делать спектакли, надо их переводить, надо притягивать эстонскую критику. И через них находить путь к эстонскому зрителю – это нормально совершенно. Но как бы странно, что в Раквере на спектакле, который я поставил последние два сезона, там собираются полные залы. Ну, а почему в русском театре не будут собираться полные залы на мои спектакли, на спектакли людей, которых я уважаю, которых я привлеку? Это же нормально. Здорово. Будем надеяться, что действительно русский театр будет собирать полные залы. Спасибо вам большое. Напоминаю, что в нашей утренней студии был Филипп Лось, будущий художественный руководитель русского театра, который приступит к своим обязанностям уже в сентябре.